Более 95% берестейцев дошкольного возраста посещают детские сады. Такова официальная статистика. И потребность в таких учреждениях действительно есть. Здесь малыш учится строить диалог с миром, развивает свои навыки и творческие способности. Здесь следят за его правильным питанием, организуют качественный режим занятий и отдыха. Город прирастает в жителях и вместе с тем расширяется потребность в дошкольных учреждениях шаговой доступности. Вкладом в формирование комфортной среды станет новый встроенный детский сад, который скоро появится в юго-западном микрорайоне. Этот объект был включен в республиканскую областную инвестиционную программу. В 2019 году было открыто финансирование, проектирование, изготовление проектно-смертной документации. И в мае 2020 года начало строительство этого встроенного, пристроенного помещения. Скажу еще, что это не первый опыт обрецкой области. В 2019 году такой встроенно-пристроенный садик был введен в эксплуатацию в городе Трагичи. Особенность нового объекта социальной инфраструктуры заключается в том, что его необходимо было вписать в уже существующее здание – жилой дом. Эта задача легла на плечи представителей Брест-проекта. Им удалось не только развести транспортные потоки, но и создать в формате одного объекта инфраструктуру, которая была бы комфортна и для жильцов, и для специалистов будущего детского сада. Работа ввелась совместно с представителями Брест-проекта и Брест-жилстроя. Внутри предусмотрена ресурсная комната, музыкальный зал, три просторных помещения для групп, которые смогут посещать 75 детей. Планируется, что новый детский сад станет филиалом одного из расположенных по соседству дошкольных учреждений. Мы плодотворно и интересно с ними поработали. Каждый решал свою задачу, увязывая все вместе вопросы по сетям инженерным, внутренним, потому что было очень сложно все-таки решить вопрос сетей жилого дома, сетей детского садика, что должны быть раздельные, отдельные вводы, выводы и так далее. Имеются игровые площадки сдвоенные, теневые навесы, хозблок небольшой такой, где находится доготовочный наш цех, музыкальный, гимнастический зал, ну и групповые наши ячейки. Они находятся на выносе, то есть при встроенной части, дабы для того, чтобы исключить шум, скажем так. А уже непосредственно под самим жилым домом, во встроенной части, находятся административные помещения, сопутствующие, которые необходимы нам для эксплуатации полноценного этого объекта. Сложно представить, что совсем недавно на этом месте не было ничего. Сегодня здесь активно трудятся техника и люди. Объем работ достаточно большой, от прокладки инженерных сетей до непосредственно возведения. Строительство дома и детского сада ведется параллельно. По возведению дома работы ведутся по устройству монолитного каркаса в здании, заливается последнее монолитное перекрытие. По садику ведется устройство стены с кирпича, параллельно идут перекрытия. Готовимся в августе приступить к отделочным работам. Специалисты Брежжилстроя активно работают над тем, чтобы построить объект в срок. Сдача его запланирована на конец 2020-го.